Эта выставка показывает то, как нелегко жилось партизанам. Позволяет раскрыть все те масштабы этого народного движения. И сегодня, к сожалению, люди достаточно стереотипно воспринимают партизанское движение в годы Великой Отечественной войны в силу того, что считают его стихийным движением. Но это, конечно же, не так. Это было сложно сформированное, причем с центральным руководством формирование партизанского движения. Уже в первые месяцы войны активно на оккупированной территории действовало до 2000 партизанских отрядов, переросшие в достаточно серьезные масштабные соединения. Мы можем с вами сейчас наглядно видеть то, как выглядел действующий партизан. Не было элементарных, скажем, таких столовых приборов, как ложка, либо кружка, вилка. Приходилось все это делать собственноручно, скажем, из фюзеляжа самолета. Это некий партизан. Уникальный по своему характеру, по своему виду. Мы можем видеть мастерство этих людей. В одном таком партизане нашли детский молочный зубик и детскую порядку волос. Видимо, кто-то, сам партизан, уйдя из семьи, взял на память о своем сынишке и уложил себе в этот сам партизан, как некую такую реликвию для хранения. Выставка будет продолжаться до 13 октября, еще на протяжении целого месяца. С радостью ждем не только образовательной группы, но и граждан, и гостей нашего города Новосибирска.